Работники Наринмарстроя начнут получать заработную плату в ближайшее время. Окружное предприятие задолжало работникам более 111 миллионов рублей, которые не выплачивались по причине банкротства. В апреле компания выставит на торги свое имущество. Средства от его продажи пойдут на выплату за должности. Об этом представитель Наринмарстроя рассказал на открытом форуме прокуратуры Неницкого округа. В этом году встречу общественности и органов государственной власти посвятили соблюдению трудовых прав граждан. С 2015 года окружная компания Наринмарстрой не рассчитывалась со своими сотрудниками из-за сложного финансового положения. Заработную плату и пособия по сокращению не получили 164 работника. Общая сумма долга – более 111 миллионов рублей. С июня 2016 года компания проходит процедуру банкротства. Движимое и недвижимое имущество оценивается и будет выставлено на продажу. На сегодняшний день у предприятия имеется недвижимое имущество. Это техника, которая находится на балансе предприятия. У нас потенциально есть арендаторы, которые часть техники арендуют, и они готовы ее приобрести. Так же самое у нас есть с предприятиями-застройщиками уже договоренность, пока устная, что они приобретут материалы, товарно-материальные ценности, которые сейчас тоже есть на балансе. Средства от продажи в первую очередь пойдут на погашение задолженности перед работниками. Об этом Дмитрий Чупров доложил на открытом форуме прокуратуры Неницкого округа. Задолженность по заработной плате стала одной из главных тем большой встречи. Мы не зря обратили такое пристальное внимание. Организация «Наринмарстрой» выезжала туда вместе с представителями госорганов, потому что это было государственное предприятие. Сегодня, к сожалению, у нас есть еще государственное предприятие с рисками по невыплате заработной платы. Поэтому это предупреждение и чиновникам округа. В 2015-2016 годах ведомство выявило еще 12 организаций, где была зафиксирована кредиторская задолженность перед работниками. Только в 2016 году выявлены 117 нарушений в сфере оплаты труда. По словам правоохранителей, зачастую эти нарушения скрытые, но все чаще пострадавшие обращаются в прокуратуру. Если в 2015 году таких обращений поступило 77, то в 2016 году их число составило уже 162. При этом практически в два раза возросло число удовлетворенных жалоб. В результате проведенной работы по итогам 2016 года общее число выявленных прокуратурой области нарушений трудовых прав граждан по сравнению с 2015 годом возросло на 46%. Результатами проверок стали 120 актов реагирования. Ответственные лица были привлечены к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности. Участники открытого форума пришли к единому мнению. Вопросы с трудовыми правами граждан необходимо решать в тесном взаимодействии всех ответственных структур.